всем привет надо быстро поэтому возможно это будет совсем короткое видео но у меня пять бутылок шату там они резерв красностоп разных винтажей с сапирави я так пропустил и теперь мне кажется что конечно жалко но тогда я вообще убегала сейчас я остаюсь но тоже сейчас тут уборка идет и поэтому возможно меня будут выгонять поэтому показываю быстренько вот так они выглядят коллекционные когда уже какое-то время они находятся в бутылке они переходят просто в эту категорию они не изначально коллекционные как бы хотя потом такая тема тоже пошла но они просто перри форматируются в коллекционный вариант соответственно 14 год 14 год очень классный такой немножечко в старом стиле и мы шли и кстати от нового к старому так вообще правильно но так как у меня осталось в конце именно последние то мне легче начинать с него и вообще я уже частенько именно начинаю со старых вин значит тут прикол в том что она действительно сделано в старом стиле то есть она полностью сто процентов дуба она ну не сказать что она прямо такое вот мощная да как бывает красностоп и все-таки какая-то прозрачность есть но такое ощущение что она даже не фильтрованная и так далее то есть выглядит немножечко так аутентично это красностоп анапский он отличается тем от золотовского тем что у него более флоральная нота и в каждом винтаже и в каждом при каждой там выдержки технология флоральность проявляется по разному там например это может быть пионы фиалка или когда красностоп выдержанный но это какие-то сушеные такие темы гербария вот здесь наверное это уже похоже на то так дальше идет 15 год в другом бокале кстати надо перелить потому что этот неправильный бокал 15 год вот так вот выглядит потому что эта этикетка такая временная но они собирали также проводили 15 год мне понравился больше потому что он посвежее он в новом стиле и вот кстати если брать в общем всю линейку то если красностоп идет там там подряд то они не очень похожи но между собой потом в винтажах они все таки повторяются и например мне очевидным стал что похоже 18 и 15 год хотя технологически они абсолютно разные сделаны и ванда ивановна естественном сказала что стилистически все таки стилистика в каждом винтаже остается может быть если они немножечко там технологические разные по винтажу по погоде патру ну патруара меньше конечно вот все таки разница есть но стилистики они какой-то некоторые добились сапирави мне кажется все таки более гладкий в этом моменте хоть там тоже отличие есть между винтажами вот здесь действительно разные бочки разное количество и немножечко к разным он кажется хотя вот 15 похож на 18 он такой поярче по при по приличный сохранился давайте попробуем его уже можно назвать фруктовым действительно приятно и от красностопа вот таких левых моментах практически нету так давайте на 16 переходим 16 мне надо уже налить в пятнадцатом кстати 15 метров так 16 кстати неплохой год для всего региона но они отличаются и кстати идет по свежести вот в эту сторону даже мне более понятно может быть конечно из-за того что я уже попробовал все с другой стороны вот эта интенсивность и как бы идея они возрастают например в четырнадцатом году им их попросили меньше с бочкой например работать и вот эти вот новые введения в технологии они проследуются когда идет год нормально вот здесь вот чувствуется флоральная тема астры гиацинды какие-нибудь пионы может быть меньшей степени потому что не такой задушки и более такой свежий тон здесь уже даже есть какой-то кондитерский оттенок типа даже шоколадного или немного ванильного но все таки сорт сам по себе немножко перебивается кстати вот какая-то тонин из более забористая хотя в 14 казалось что ее больше так 17 не было сказали что он настолько был популярный что его раскупили быстрее чем они организовались там вот может быть только в их коллекции ой совсем мало мне осталось так на 18 год так еще более сортовой вот теперь похож совсем на красностоп очень приятно вот наверно поэтому я его так и запомнил 15 более такой глубокий 18 из них наверно самый такой свежий по стилистике и вот они наверное сопоставимы хотя вот знаете вот в этом пасы в этой последовательности все немного меняется так ну и 19 год здесь благо побольше у нас ну и разница есть то есть мы с 19 начинали он конечно разлит то совсем недавно и поэтому кажется совсем таким молодым до закрытая ароматика абсолютно кстати даже чем-то перекликается с франом или даже с опираем он такой поярче смотрите до цвет хотя обработка естественно такая дубовая хоть и теперь она частичная разный дуб используется но все-таки и здесь какой-то уже даже фиолетовый оттенок есть и вот мы теперь понимаем что вот красностоп в принципе вот таким должен быть по характеристикам по идее но молодым естественно более-менее молодым на удивление кстати теперь кажется что 19 самый актуальный хотя 18 похож чем-то на более такие сорта прозрачные вот но теперь наверно вот с этой стороны в другую мне кажется что все-таки да стилистика такая вообще есть хотя вот если их попробовать с разных концов на 19 14 разница будет значительная хотя когда мы пробовали вот с коллегами совпали мнение что 14 такой дубовый дубовый ему тоже это идет то есть отказываться от дуба совсем не стоит вот хотя стилистический красностоп как раз и развивается на дубовый но может быть уже менее мощный и на свежий может даже уходящий в розовый